Если ты крутой работник, приходи на наш субботник. Именно так в этом году горожан, независимо от должности и возраста, приглашают принять участие в весенней уборке столицы. Очередной общегородской субботник собрал тысячи человек. О том, что большой чистки в городе быть, предупредили заранее в клипе. Главные герои экологического хита – администрация города Чебоксары, руководители ведомств, отделов. В минувшую субботу они своим примером доказали, что умеют быстро и эффективно работать не только в кабинетах, но и на природе. Сегодня такая солнечная погода, звучит музыка, работа идет спорно. И приятно смотреть на результаты своего труда. Когда город очищается, под опавшими листьями появляется зеленая трава, скоро зацветут деревья, и наш город будет еще краше. По всему городу орудовали бригады с граблями, лопатами, метелками. За чистоту сквера имени Чапаева отвечали сотрудники администрации главы Чувашской республики, Минспорта, Минфина, Гостехнадзора Чувашии. Сквер Чапаев выбрали, потому что здесь мы всегда с детьми гуляем. И, во-первых, центр города. Хочется, чтобы он благоухал, выглядел красивым. И наши горожане приходили и наслаждались этой красотой. Работа спорилась. Прошлогоднюю листву вычищали из всех закоулков, случайный мусор убирали, подметали дорожки. Наравне со взрослыми трудились и маленькие чбоксарцы. Детей тоже надо приучать к труду, чтобы они умели работать, чтобы они любили чистоту, не мусорили, к культуре приучались. Если он уже сегодня соберет, он уже будет знать, что мусорить нехорошо. Буквально за пару часов сквер Чапаева площадью в 6 гектар преобразился. Общими усилиями вывезли весь мусор, побелели деревья. Чисто, светло и уютно должно стать и в других районах города. Без помощи горожан убрать территорию в столь короткие сроки и поддерживать чистоту, мы считаем, это очень сложно было бы. Я хочу поблагодарить всех горожан за активное участие в уборке территорий города. Кстати, грабли, метлы, совки, перчатки и мусорные мешки участникам масштабной уборки выдаются бесплатно. А мы напоминаем, наводить чистоту в городе в этом году будем до 20 мая. Именно тогда закончится экологический месячник. Галина Титарчук, Дина Кустова, Андрей Спиридонов, Республика.